Ну вот, а теперь мы перейдем к рассказу о том, как проходит такое служение капелланов во Франции. У нас на очереди доклад главного капеллана учреждения здравоохранения Франции, Константина Фиори. Пожалуйста, дорогой Константин Фиори, мы слушаем вас. Я хотел бы рассказать о Национальном совете. Который организует духовную помощь в больницах. Вот наши сотрудники, вот наши капелланы. Мы работаем вместе, одной командой. Теперь начну свое выступление. Еще раз спасибо за приглашение. Давай, говорят по-русски. И вот мы начинаем. Спасибо за приглашение на конференцию. Я Национальный капеллан здравоохранения при Епископской конференции Франции. Моя миссия в том, чтобы поработать с сетью из 840 капелланок, которые работают в больницах Франции, более тысячи добровольцев. В каждой епархии есть у нас контактное лицо. Мы выполняем свою миссию в рамках французских законов о подделении церкви от государства. Закон 1905 года. Однако, занимая нейтральную позицию по отношению к религиозным общинам, государство не поддерживает ни одну религиозную общину. Однако, есть исключения для больниц, для тюрем и для армии. Французское государство может платить капеллану, который оказывает духовную помощь, заключенным, солдатам, больным. Государство тем самым гарантирует свободу вероисповедания своим гражданам. И государственные больницы должны также оставаться религиозно-нейтральными, не отдавать предпочтение ни одной религии. Поэтому капелланы должны соблюдать такой нейтралитет. Например, не заниматься прозилитизмом, не раздавать религиозную литературу без просьбы самого пациента. Кроме того, есть официальное предписание поддерживать тесную партнерскую связь с медицинскими работниками, с врачами, с медсестрами. Мы, в частности, не можем посетить пациента, не поговорив предварительно с медперсоналом. И, конечно, мы должны соблюдать ритм жизни медицинского учреждения, внутренние правила больницы. В качестве резюме я могу сказать, что капеллан во Франции подчиняется фактически двум инстанциям. Епископу, который назначил капеллана данную миссию, и главному врачу больницы или директору медицинского учреждения. В то же время, установив отношения с медперсоналом, мы можем быть и более внимательными к нуждам пациента. Врачи-медсестры нам дают справочную информацию о пациентах, которая могла бы нас заинтересовать. Кроме того, медицинские работники могут нас связать с семьей пациента. Им тоже может потребоваться наше внимание, поддержка, например, во время тяжелой утраты. Это часто мы устанавливаем такие связи через медработников. Я со многими пациентами установил связь, отношения именно с помощью медперсонала, с помощью врачей, медсестер, которые увидели, что у пациента есть необходимость в духовной помощи, а сам пациент, может быть, об этом и не просил напрямую. Поэтому вот эта взаимодополняемость работы между капелланом и медицинским персоналом необходима и для пациентов. Она позволяет применять целостный подход, то есть рассматривать пациента в глобальной перспективе, принимать внимание различные аспекты человеческого существа. Особая роль капеллана в рамках больницы в том, что пациенты часто говорят капеллану то, что не скажут ни своей семье. В частности, мать, потерявшая ребенка, мне однажды сказала, я только с вами могу поговорить о ребенке, который я потерял, о смерти моего ребенка. Я не могу с этим говорить, с членами моей семьи, своей семьи, не могу говорить с врачами и медсестрами. То есть ко мне она была более открытой. И вот такая связь, она основывается на следующем. Мы воспринимаем, мы должны воспринимать человека как единства телесного и духовного. Это позволяет нам лучше организовать ему помощь. Я уже говорил о разнице между религиозными потребностями и духовными потребностями. Да, некоторые просят, чтобы капеллан пришел, чтобы помолиться, поговорить о Боге. Другие просят просто поговорить о смысле существования, о смысле жизни, о хрупкости человеческой жизни, о смысле переживаемых испытаний. Поэтому вообще вопрос о смысле жизни – это центральный духовный вопрос. Религии могут дать ответы на эти вопросы. Но часто обращению к религии предшествует поиск ответов на эти вопросы в более общем смысле. И зачастую, собственно, обсуждение религиозных вопросов может оставаться пустой оболочкой, если человек не задумывается о глубоком смысле. Вот пример из моего опыта. С какими фразами, какими вопросами наиболее часто обращаются пациенты? Из моего опыта. Откуда мы пришли? Куда мы идем? Почему я должен жить? Почему я должен страдать? Зачем жить, если я болен, если я стар, если я инвалид? Что со мной будет? Есть ли еще кто-то на этой земле, кто меня любит? Кто меня все еще любит? Капеллан призван все эти вопросы выслушать. Почувствуем. Не пытаться давать какие-то немедленные ответы. И тем более высказывать свои суждения или осуждения. Он должен выслушать прежде всего. Даже если человек не является верующим, мы отвечаем на эти вопросы. Очень важно, чтобы капеллан свои мысли выражал ясно, честно, чтобы он не скрывал, что капеллан, а не психолог, не социальный работник. Нужно четко сказать, что капеллан послан церковью на это служение. И в рамках этой миссии он будет готов выслушивать, поддерживать всех, верующих и неверующих. Капелланы утверждаются епископом и благословляются в ходе литургии. Это означает, что вся церковь вовлечена в будущую миссию капеллана. Причем, когда нас посылают на миссию, мы, капелланы, не бываем одни. Мы работаем в команде с другими капелланами, как духовными лицами, так и мирянами. Все это символ присутствия Христа в больничном учреждении. Совместная работа в команде – это способ разделить возможные трудности. Это способ молиться вместе с людьми. Я часто делился этим опытом с коллегами. Братство, общая молитва помогает нам преодолевать самые трудные ситуации и сохранять надежду. Я, когда говорю с капелланами, часто говорю, вы несете людям что-то особенное. В частности, когда капеллан причащает больных, когда говорит им о Христе, он несет Бога пациентам. Вы, капелланы, я им говорю, не забывайте о том, что вы являетесь связью между Богом и пациентом. Что касается работы в периоде пандемии, мы заметили, что пациенты, конечно, очень страдают от изоляции. Посещения родственников были запрещены. И мы в этой связи заметили, насколько важно именно наше присутствие. Присутствие медработника – это важно. Но именно наше присутствие, не сосредоточенное на строгих медицинских вопросах, позволяет обратить внимание человека на более глубокие вопросы. А нам посмотреть на человека как единое целое. Во Франции существуют христианские, мусульманские, иудейские, буддистские капелланы, служители этих религиозных общин. Мы наводим мосты, мы поддерживаем диалог, но мы, христиане, знаем, что Христос никогда не отделял телесное исцеление от духовного. Ну, еще один момент по поводу работы наших команд. Ведь мы маленький кусочек церкви в больнице, мы чувствуем поддержку Духа Святого. Чтобы сохранить это чувство общности, у нас есть такой инструмент, такой инструмент, который называется «Духовный анализ практики». По-французски «Ролюк тюр пастураля» – это наше собрание, в рамках которого мы и молимся вместе, и обсуждаем наше служение. Часто сначала кто-то из нашей группы пишет отчет о посещении пациента, какова ситуация, каков был диалог, каковы чувства. Мы вместе этот текст читаем, все читают этот текст, все члены нашей команды капелланов, текст у всех перед глазами, и мы, смотря в этот текст, задаем себе вопросы. Как Бог действовал в рамках этого визита? Как ощущается присутствие Божие? Мы таким образом пытаемся сосредоточиться не на собственных действиях, а на действии силы Божьей в посещении больных. Как сказал Иаков после борьбы на реке Ябок книга Бытия, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал того». Я часто вспоминаю во время молитвы об этой цитате из Ветхого Завета. И в конце, как больничный капеллан, могу сказать, что наша работа позволяет нам по-новому, по-разному созерцать лик Христа. Хотел бы поблагодарить вас за внимание, надеюсь, на дальнейшее общение, на дальнейшие контакты. Большое спасибо. Дорогой, кстати, на фиоре, сердечно вас мы благодарим за ваше очень живое, по-французски живое выступление, за ваш такой замечательный рассказ, который основан на вашей личной практике. И вы знаете, очень много схожего. Очень много схожего. Мы тоже обязательно собираемся группами, обязательно обсуждаем, что происходит. Без этого невозможно. И, конечно, мы хотели бы, чтобы в России у нас, так же, как и во Франции, больничные капелланы получали содержание от государства. У нас, как во Франции, тюремные капелланы и армейские капелланы получают такое содержание. А больничный капелланы, пока такой институт, он как бы находится вне, так сказать, сферы ответственности государства. Мы надеемся, что у нас тоже когда-нибудь наши капелланы будут получать содержание, смогут полностью посвятиться этому замечательному служению. Мы тоже ощущаем присутствие Христа. Мы даже говорим, что Господь на литургии и Господь в больнице, там, где страдают люди. И мы поэтому идем туда с радостью, получаем для себя огромную поддержку и утешение. Я очень рад, что разные религии, разные люди в разных странах могут быть едиными вот в этом служении. Это замечательно. Мы отличаемся вероисповеданием своим. У нас есть разные коренальные там различия. Но вот служение страдающему человечеству нас объединяет, соединяет нас во любви. Спасибо вам большое. Спасибо большое.